добрый день добрый день у нас сегодня интересная тема это внедрение uds в действительности uds внедрять довольно просто просто необходимо выполнять определенную последовательность сделать это по определенным шагам выполняя эти шаги получится максимальный результат от использования uds вот об этих шагах мы как раз и поговорим в этом вебинаре первый момент позиционирование этого продукта как вы должны воспринимать этот продукт для того чтобы он давал вам результат восприятие продукта должно быть следующее то есть все начинается от восприятия продукта от восприятия инструмента которым вы пользуетесь и первое восприятие должно быть следующее что uds это ваша crm-система то есть это ваш инструмент это ваша система по работе со своими клиентами то есть для формирования клиентской базы и коммуникации дальнейшей с ней и каких-то маркетинговых движений работы с вашими клиентами у меня внедрение поделено в этом выступлении на три части первая эта часть называется подготовка то есть подготовка продукта инструмента к использованию начинаем по шагам первый самый главный пункт меню это выбрать ответственное лицо это наверное 70 80 процентов успеха работы продукта потому что если вы хотите получить от него результат то за него должен быть кто-то ответственным то есть кому-то необходимо это поручить чтобы было у кого этот результат в дальнейшем спросить я лично рекомендую чтобы ответственным лицом владелец это очень интересный опыт потому что в 6 лет уже работаем с продуктом и мы заметили те кто в качестве ответственного лица в тех компаниях где сам владелец там обычный результат выше во вторых предприниматель узнает о своем бизнесе очень много нового узнает о своих клиентах многое потому что этот продукт он касается непосредственно работы с клиентами поэтому это будет отличный опыт то есть у предпринимателей я даже сказал меняется мышление по бизнесу она развивается это мышление и уже предприниматель там начинает быть работы значительно эффективнее поэтому я рекомендую чтобы был сам владелец но понятно если нету времени то этот процесс кому-то делегировать выбрать одно лицо кто должен заниматься юдсом не обязательно ты мы как-то не рекомендуем нанимать для этого отдельного человека нет этим человеком может быть ваш маркетолог ваш управляющий ваш администратор и так далее то есть тот человек который отвечает за работу с клиентами он и будет ответственным лицом но главный момент то что это это ответственное лицо должно быть ответственным то есть он должен хорошо относиться к своему процессу продуктивно относиться к своему процессу идем дальше первые шаги в именно использование продукта это заполнение профиля вы когда регистрируете продукт когда то есть все начинается заполнение информации о компании это название и аннотации логотип описание к фотографии заполнение адресов где у вас находится бизнес режимы работы контакты на соцсети контакты на мессенджеры и так далее то есть запомнить максимально подробно и максимально полную информацию о вашей компании потому что как вы запомните так и будет в дальнейшем смотреться компании в вашем мобильном приложении и также будет смотреться на вашем сайте который будет на на доме не дс а поэтому заполняйте максимально красиво максимально интересно и вкусно не будем останавливаться на этом пункте он довольно простой да я даже сказал банальный идем дальше настройка бонусной системы то есть здесь есть несколько этапов первое это бонусы за покупки вы должны определить какой размер бонусов будет клиент покупать с каждой своей покупки ну так называемый кэшбэк то есть здесь я напомню те бонусы которые клиент накопит вашей компании он сможет подать только в вашей компании то есть бонусы это можно сказать внутренняя валюта вашей компании ну например я пришел поел на 1000 рублей и мне вот сколько бонусов с этой покупки вернется например там 10 процентов кэшбэк или 5 процентов кэшбэк то есть я получу там 50 рублей или 100 рублей которые я смогу потратить в следующий раз настройте пожалуйста несколько уровней бонусов это такая определенная мотивация для клиентов развиваться в вашем бизнес бизнесе вашей программе лояльности то есть вы можете настроить так то что у вас есть уровень серебряный то есть например есть базовый уровень 5 процентов есть уровень серебряный 7 процентов но чтобы его достигнуть мне необходимо сделать покупок у вас в сумме за все время например на 50 тысяч рублей или сделать две эффективные рекомендации например я двух друзей рекомендовал вашу если они к вам придут и сделают покупку то это считается эффективной рекомендацией и или например за две эффективные рекомендации я могу получить статус серебряный у вас есть статус золотой например и тоже какие-то условия и так далее чтобы клиент видел всю вашу программу лояльности чтобы она была более интересной у вас должно быть несколько уровней и это все условия конечно же клиент увидит в вашем мобильном приложении идем дальше приветственные бонусы рекомендую их ставить при этом какой размер приветственных бонусов должен быть минимум 10-15 процентов от среднего чека то есть если у вас средний чек 1000 рублей то у вас должно быть либо 100 либо 150 бонусов приветственных зачем они нужны первое они нужны для того чтобы клиенту была мотивация скачать приложение здесь и сейчас то есть кассир в официант подходит или кассир администратор а хотите получить скидку в рублей и говорит да хочу скачать приложение и вот покажите ваш код к также клиентам может это мотивировать прийти к вам вот есть просто пользователи мобильного приложения может быть их заинтересует ваша компания и базу бонус на входе их может привлечь на первое посещение вашу компанию то есть я рекомендую ставить приветственные бонусы об этом мы кстати еще поговорим именно в разделе речевые скрипты следующий пункт это бонусы за рекомендацию то есть за именно эффективную рекомендацию вы также клиентов можете вознаграждать я тоже рекомендую это конечно же функцию устанавливать мотивировать клиента производить рекомендации но здесь важный момент чтобы клиенты рекомендовали необходимо их постоянно оповещать о том то что они это могут делать это говорить в социальных сетях это рассказывать на каких-то может быть ваших телеграм каналах но на всех источников информирования клиентов периодично информируйте клиентов о том то что они могут рекомендовать и за это получать еще больше бонус следующее поздравление с днем рождения то есть у нас в системе автоматически вы можете настроить так что автоматически клиентов будет будет поздравление с днем рождения и какой-то подарок виде бонусов от вас конечно же настроить и это это повышает лояльность клиентов то есть если у клей ну клей наступил день рождения ему отправлять уведомление там списано ваше поздравление и будет от вас подарок например в размере 500 бонусов 300 бонусов и так далее например рестораны часто поздравляют клиентов за пять дней до дня рождения так тоже можно настроить поздравлять заранее и дарить подарок заранее они делают так по той причине что день рождения клиент справил именно в их ресторане поэтому система довольно гибкая вы тоже можете это настроить за какое количество дней будут поздравления вы кстати можете здесь этими пунктами настройка бонусной системы не заканчивается вы можете например дарить бонусы если клиент будет о вас писать положительные отзывы в tripadvisor там google отзывах яндекс отзывы и так далее это делается следующим образом то что клиент пишет отзывы например в tripadvisor и вы можете ну то есть клиентом писать о том что оставьте нам отзыв в tripadvisor и если вы его отставили а отправьте нам в телеграме и вот запят проект нам скриншот этого отзыва и мы вам начислим там 300 бонусов так тоже можно делать то есть у вас есть еще инструмент ручного начисления бонусов за те или иные хорошие действия клиент идем дальше где это все делается это делается в пункте меню настройка вознаграждение вознаграждение и бонусная программа вот здесь все это и настраивается вот видите картинки вы можете на каждый уровень создавать кэшбэка создавать различные уровни и условия достижения этих уровней программе лояльности вот вознаграждение например задается здесь приветственные бонусы то есть это все делается в пункте меню настройки идем дальше настройка акцентной кнопки вы можете сделать так что у вас мобильном приложении будет какая-то определенная акцентная заметная кнопка какое-то целевое действие для ваших клиентов ну например если у вас салон красоты то вашим целевым действием для клиентов является онлайн запись чтобы клиент к вам записался в салон красоты вот вы акцентную кнопку можете назвать онлайн запись и задать ссылку по которой происходит эта запись то есть ссылка сайта где у вас происходит эта запись то есть можете например если у вас ресторан вы можете эту кнопку назвать забронировать стол и она будет вести по ссылке которые вы указать вот видите это например какой то на какой то сервис странировать столов или может быть эта кнопка будет вести на ватсап где у вас клиенты записываются набрать столов через telegram или ватсап я видел кнопки например пройти опрос я видел кнопку например предприниматель у нас настраивали поучаствовать в конкурсе такое тоже может быть то есть создается конкурс и они хотят чтобы максимальное количество людей не участвовали поэтому качественной кнопкой именно сделали поучаствовать в конкурсе и когда я нажимаю на эту кнопку я перехожу на страницу где описаны условия этого конкурса то есть гибкий функционал называйте кнопку как хотите и указывайте ссылку какую хотите после нажатия на эту кнопку клиент будет переходить на эту страницу идем дальше заполнение прайса тут все просто переходим к меню прайс заполняем категории товары вариантов какие акционные товары и так далее указываем количество товаров если вы хотите так чтобы ну система автоматически убирала товар из прайса если вдруг он закончился то есть все здесь довольно большой функционал с ним легко очень разобраться все это происходит в пункте меню прайс настройка веб-версии то есть настройки ссылки вашего сайта чтобы у вас информация о вашей компании была не только в мобильном приложении но и была по определенной ссылке то есть это будет ваш сайт где настраивается его адрес настраивается он в пункте меню настройки в версии вы там задаете название вашего сайта ну например если у вас бизнес называется условно говоря мороженка то у вас вы можете сделать так чтобы ссылка была мороженка . и соответственно переходя по данной ссылке я попадаю на ваш сайт где могу ознакомиться с вашим прайсом с вашей компании с вашей бонусной системой и так далее если же вы хотите какую-то короткую ссылку прямо ну то есть там мороженка . ком мороженка . ру то это тоже возможно сделать это так называемый реней нет это скорее редирект да вот корректнее будет то есть вы можете выкупить домен себе и сделать так то что например у вас мороженка . ком купить себе этот домен но это по этому сайту у вас будет некий редирект и вы будете переходить на свой сайт в uds зачем нужна эта ссылка первое возьмите эту ссылку и разместите в шапке профиля инстаграма так вашим клиентам будет значительно удобнее с вами работать то есть в инстаграме в шапке профиля у вас будет ссылка нажав на которой я перейду на ваш сайт и в этом сайте я могу заказать у вас товары выбрать их если вы работаете онлайн я могу ознакомиться с бонусной системой я могу вступить в вашу бонусную систему я вам могу написать или позвонить то есть большинстве компаний я заметил о том что в шапке профиля у них ссылка на ватсап и это ну как бы не функционально то есть мне негде в инстаграме ознакомиться например со всем вашим ассортиментом и с вашими товарами заказать то есть в инстаграме что вы заметили о том что люди пишут комментарии на сколько это стоит то есть людям интересно где-то зайти в одно место и увидеть весь ваш прайс а не листать всю ленту в инстаграме чтобы посмотреть что у вас есть в наличии что у вас продается поэтому шапки профиля инстаграма вам эта ссылка очень сильно поможет помимо того что вам клиент сможет написать не только вот запина и в любом другом то есть кнопку написать можете носить вот запина писать в телеграме написать в фейсбуке написать вконтакте и клиент сам себе выберет удобный способ для для сообщения либо кнопка позвонить он просто нажмет кнопку позвонить то есть такая получится очень многофункциональная у вас кнопка шапки профиля немного функциональная ссылка. Ну и тем более клиент, переходя по данной ссылке, он может выбрать у вас товары, посмотреть, какие есть в наличии, выбрать товары, заказать их и даже оплатить карты, если вы подключите платежный шлюз. Ну и также эту ссылку рекомендуем размещать в других социальных сетях. Они будут выполнять абсолютно такую же задачу. Идем дальше. Настройка заказов. Чтобы клиент имел возможность не только видеть ваш прайс, но и заказать его, вы можете настроить онлайн-заказы в UDS. Для этого переходите настройка. Это, можно сказать, будет ваш интернет-магазин. Заходим в меню настроек, заказы, и производим все настройки. То есть там вы можете указать стоимость доставки, как клиент может оплатить только при получении, или в том числе он может указать, ну, оплатить у вас картой. Прямо сразу онлайн. Какая сумма заказа минимальная. С какой суммы доставка бесплатная. По каким районам, с какого стоимость доставки будет. Все это настраивается в этом пункте меню. Для подключения платежного шлюза, то есть я рекомендую вам подключить платежный шлюз, потому что это очень удобно, то, что клиент у вас заказывает товар, и сразу его может оплатить Google Pay и Apple Pay. Эти деньги вам падают на расчетный счет. То есть у вас появляется личный кабинет в платежной системе Cloud Payments, и эти деньги вам будут отправляться каждый день на ваш расчетный счет. Для подключения есть такая кнопка вот здесь внизу. Подключайте онлайн. Здесь необходимость выполнить простые шаги. Это заполнить анкету, скачать ее, заполнить ее и прикрепить ее вот здесь. Прикрепить файлом эту анкету. И где-то в течение пару дней у вас подключится платежный шлюз, и у вас появятся в приложении на вашем сайте кнопки для онлайн оплаты. Идем дальше. Распределение ролей. То есть вы должны понимать, кто у вас за что отвечает. Мы выбрали ответственное лицо, и бывает так, что все-таки ответственное лицо, например, отвечает только за общую работу, то есть он как бы контролирует, он некий управляющий всего процесса. А бывает и необходимо еще распределить роли на другие должностных лиц. Вот, например, вы можете, но это необходимо сделать, то есть определить, кто будет отвечать за обратную связь, кто будет анализировать статистику, кто будет принимать заказы. То есть вы должны понимать, кто будет отвечать за каждый из этих процессов. Это может быть и один человек. То есть вы, если вы выбрали ответственное лицо и сказали, ты один будешь всем этим заниматься, то понятно, он один это будет все делать. И отвечать на обратную связь, или анализировать статистику и так далее. Но если у вас несколько человек должны этим заниматься, то, соответственно, несколько человек, вы распределяете роли по ним и говорите о том, что вот ты заходи в UDS и ты отвечаешь за обратную связь, а вот ты принимать заказы в UDS. Для того, чтобы это сделать, чтобы распределить роли в UDS по людям, для этого у нас есть функционал создания менеджеров. Для этого переходите в пункт меню сотрудники, нажимаете плюсик справа наверху, добавить нового сотрудника, и там вы добавляете, пишите имя, фамилию, email и пароль задаете. И человек, ваш сотрудник под этим email и паролем сможет заходить в UDS админ, и у него будут свои права. То есть при создании менеджера вы можете задавать ему свои права. Например, там человек, который отвечает за обратную связь, он видит пункт меню обратная связь и сообщение. То есть он больше другие пункты меню не видит и не имеет к ним доступа. Например, тот, кто принимает заказы, ему желательно видеть пункт меню клиенты и заказы и сообщения. То есть чтобы он мог связаться с клиентом, если там непонятно по заказу, написать ему или позвонить. То есть он человек, который принимает заказы, поэтому остальные пункты меню ему должны быть недоступны, но как бы они ему и не нужны. Если, например, там управляющий, то понятно, он все видит и статистику, и заказы, чтобы он управлял всем процессом. То есть вы создаете менеджера и распределяете ролик, и каждой роли даете свой доступ. То есть каждому сотруднику даете свой доступ, он отвечает за свое дело. При этом, например, вы можете создать менеджера, назвать его просто заказы, работа с заказами, создать там, написать там email, пароль. Кстати, email можете указать не настоящий, email это просто будет выполнять задачу, функцию логина. Поэтому можете указать придуманный email, пароль, и под этим email и паролем, логином и паролем могут заходить несколько человек. То есть, например, несколько человек занимаются заказами, поэтому у них у всех одинаковый логин и пароль, пусть они все занимаются этой функцией. Идем дальше. Реализация и интеграция. То есть реализация и интеграция с учетной системой. Для того, чтобы, проводя оплату в учетной системе, они сразу учитывались в том числе и в UDS, чтобы клиенту копились или списывали бонусы. Здесь внизу есть такая надпись, если у вас учетная система AIK и AIR Keeper, мы осуществим настройку сами. Это абсолютно бесплатно. Наша техническая поддержка производит настройку AIK и AIR Keeper совершенно бесплатно. Для этого просто обратитесь к своему персональному менеджеру технической поддержки, либо же позвоните на горячую линию, либо напишите нам в техническую поддержку. Мы подключимся к вам и настроим эту интеграцию. Как настраивается интеграция? Берется инструкция, как обычно это делается, например, с 1С. Во-первых, заходя в пункт меню интеграция, вы там увидите перечень всех учетных систем, с которыми уже есть готовые модули интеграции. Берете, скачиваете оттуда инструкцию и даете своему техническому специалисту. Исходя из этой инструкции, он сделает вам интеграцию с UDS. Если же нет подходящей инструкции, то можно, кстати, интеграцию настроить в том числе по API. Есть такая штука у разработчиков, называется API, и по ней, в принципе, тоже возможно настроить интеграцию. То есть такой некий общий шлюз, общий протокол взаимодействия с нашей системой, интеграции с нашей системой. Перечень учетных систем, с которыми уже есть готовый модуль, доступен вот по этой ссылке. Вы можете навести камеру телефона и как бы сосканировать, и у вас откроется документ, где вы сможете увидеть перечень. Кстати, можете этого сейчас не делать, не отвлекаться, потому что эту презентацию мы разместим и выложим на официальных источниках, то есть в Telegram-канале мы сделаем анонс того, что прошел вебинар, и эту презентацию мы везде разместим, в том числе в UDS-админ, в разделе материалы она также будет доступна. Поэтому сейчас что-либо записывать, конспектировать, либо сканировать не нужно. Вы в любой момент откроете эту презентацию и посмотрите, что вам интересно. Идем дальше. Процесс проведения оплаты, если вы уже строили интеграцию с UDS. То есть клиент к вам пришел, например, возьмем салон красоты. Клиент уже постригся, навел себе красоту, подходит к администратору для расчета, администратор ему говорит, здравствуйте, а хотите получить скидку 100 рублей? Клиент говорит, да, хочу. Скачайте приложение UDS и покажите свой код. Клиент скачивает приложение, показывает свой код, 6 цифр. Этот код вводит в кассу и спрашивается клиента, вам списать бонус или оставить, или будете копить? Ну, клиент говорит, например, списать. Вводится количество списанных бонусов, проводится оплата, клиенту отправляется пуш-овыдавление об оценке за обслуживание, типа оцените обслуживание, и, соответственно, оплата прошла, клиенту начислился кэшбэк на следующую покупку, бонусы списались, и все произошло как нужно. Все тут довольно просто. Если вам интеграция не нужна с учетной системой, такое встречается. Или интеграция невозможна. То есть у вас какая-то учетная система прямо непопулярная и довольно редкая, либо уже разработчики непонятно куда делись от этой учетной системы, то можно работать и без интеграции. Все тут тоже довольно просто. Для этого создаете так называемого сотрудника, ну, кассира в UDS. Заходите в пункт меню «Сотрудник», создаете кассира, скачиваете ему на телефон мобильное приложение UDS-кассир. Или же, если ваш сотрудник работает через компьютер, то заходите на сайт c.uds.app. В учетной системе в вашей кассе нужно будет для этого завести валюту. UDS-бонус ее назвать и сделать ее нефискальной. На любой учетной системе, ну, либо, я не знаю, в какой учетной системе это невозможно сделать, но говорю, в любой учетной системе можно настроить произвольную валюту и назвать ее как угодно. То есть, есть валюта наличные, есть валюта кредитные карты, а есть валюта, можно ее настроить UDS-бонусы в учетной системе. И заводим эту валюту. Она нам нужна будет для списания бонусов. И как теперь проводится оплата, если вдруг нет интеграции с учетной системой? То есть, все то же самое почти. Клиент скачивает приложение, клиент оказывает код. Теперь мы с помощью приложения UDS-кассир вводим этот код, списываем у него бонусы или начисляем ему бонусы. И в кассе, если, например, мы списали бонусы, мы в кассе также вводим позиции, там мороженое, пирожное и так далее. Но если вдруг списали бонусы, то есть клиенту, например, счет был тысяча рублей, сто бонусов списали, итого 900 рублей. Теперь эту сумму нужно провести по кассе. Мы также в кассе набиваем позиции, мороженое, пирожное и так далее, набирается тысяча рублей. Вводим с помощью UDS-валюты, которую мы создали. В кассе вводим, что 100 рублей, произошло валюта UDS-бонус, а остальная сумма, например, там клиент оплатил наличными и кредитной картой. И все, и проводится оплата по кассе. И печатается чек. И этот чек отдается клиенту. То есть мы и в приложении списали бонусы, и по кассе провели так, чтобы у нас как бы итого клиент заплатил 900 рублей. Если же клиент не списывает бонусы, то тут еще все проще. Там не нужно никакую валюту вводить, понятно. Клиент накопил бонусы, просто по кассе провели как обычно. Идем дальше. Как работать с онлайн-заказами? Как принимать онлайн-заказы? Как рассчитывать на кассе? Как вводить оплаты по заказам? Есть для этого отдельные инструкции. В этом вебинаре я не буду рассказывать, потому что полноценный есть вебинар для этого. Он доступен вот по этой ссылке. Можно навести камеру телефона, там же также посмотреть. Там полные видеоинструкции, как работать с онлайн-заказами. Там тоже все довольно просто. Идем дальше. Мотивации, контроль персонала. Это, наверное, краеугольный камень работы любого системы. Это персонал. Какую бы вы ни внести систему, понятно, что краеугольным камнем всегда является персонал. Поэтому мы рекомендуем контролировать персонал, чтобы он это делал, чтобы клиентов вовлекал в программу ОС, чтобы он рассчитывал, чтобы клиенты копили бонусы, чтобы клиенты тратили бонусы и так далее. Чтобы этот процесс работал. Поэтому мы рекомендуем контролировать этот процесс, ну и, конечно же, мотивировать этот процесс. То есть вы можете придумать любую систему мотивации для того, чтобы персоналу было интереснее работать в UDS. Вы можете, например, настроить процент за проведенную оплату в UDS в виде премии. Например, если ты провел оплату по UDS, то тебе там 1% в виде премии. Не провел как бы ничего. Или за количество проведенных оплат вместе с UDS. Или же за количество подключенных клиентов. Вы можете также мотивировать персонал. То есть если они, например, сами подключают клиентов в бизнесе, то вы эту статистику увидите. И в дальнейшем будете их за это мотивировать. Например, каждый клиент – это плюс 10 рублей условно. Где настраивается процент с оплаты? Процент с оплаты настраивается в пункте меню «Настройка вознаграждения». Вы можете задать баллы за операцию, проведенную в UDS. То есть каждый кассир, например, как я и говорил, провел оплату, получил 1% в виде премии. Каждый кассир проводит оплату и копит себе некоторые бонусы. Внутренние бонусы, которые вы увидите в UDS админ. То есть вы увидите, ага, там, например, сотрудник Вася провел там на 500 бонусов на копье. Много проводил оплат по UDS, и вы эти 500 бонусов можете им на что-то поменять. Например, ну, понятно, либо денежное вознаграждение, там, один бонус, один рубль, либо же, может быть, бонус будете менять на какую-то продукцию внутри вашей компании. Продолжаем. Вот эти бонусы видны в окне сотрудника. То есть у каждого сотрудника вы увидите 20 накопленных бонусов. И при расчете вы можете их списать и поменять эти бонусы, например, на деньги. Или поменять их на какую-то продукцию. Ну, как договоритесь со своим персоналом. Можно настроить в том числе и KPI, что мы рекомендуем сделать. Настройка KPI производится в пункте меню KPI. И, соответственно, вы можете... Это более такая усовершенственная система мотивации персонала и контроля персонала. Вы можете задать определенные пункты, которые для вашего бизнеса важны и как бы зависят от работы персонала. И в дальнейшем система сама автоматически будет считать, на какой процент KPI, какое полезное действие выполняет каждый сотрудник. Вы можете увидеть там, Вася, например, на 100% или 110 даже может быть такое процентов. То есть 110% плана выполняет. Кто-то из сотрудников на 30%, на 20% и так далее. Инструкция также есть. То есть когда вы будете настраивать KPI, вот там есть инструкция по настройке KPI. Продолжаем. Речевой скрипт. В принципе, мы уже его проговорили. То есть речевой скрипт должен быть максимально простой и понятный. Не нужно клиенту грузить информацию. Просто говорить о том, что хотите получить скидку. Вы будете оплачивать за полную стоимость или со скидкой. Или вступите в нашу бонусную программу. Можете пробовать различные речевые скрипты, и вы в дальнейшем поймете, какой речевой скрипт для вашего бизнеса более подходящий. И какой речевой скрипт приводит к большему количеству скачиваний приложения. Идем дальше. Будет круто, если вы выполните вот этот пункт меню. Это должностная инструкция и инструкция по работе. Ну, первое, понятно, необходимо составить инструкцию по тому, как кассиру, какие кнопки здесь нажимать. В принципе, эти инструкции уже есть у нас в материалах. То есть в RG, передо мной, свои кнопки нажимать нужно. Вайка свои кнопки нажимать. То есть в каждой учетной системе нужно нажимать свои кнопки. И для этого инструкции уже все готовы. Второй же пункт меню. Если вы пропишите UDS, должностную инструкцию, будет очень круто. Что прямо вовлечение клиентов в программу лояльности должно быть одним из пунктов вашей должностной инструкции. Потому что внедрение программы лояльности в дальнейшем влияет на удержание клиентов, на привлечение клиентов и так далее. То есть это очень важный процесс. Поэтому мы рекомендуем, чтобы такая вещь, такой пункт был в должностной инструкции. И тогда будет больше результата. И тогда будет больше эффекта от работы системы. Продолжаем. Обучение персонала контроль. То есть вот на этом этапе, то есть после того, как мы все это проделали, то, что я говорил ранее, мы должны приступать к обучению персоналу и контролю его. Потому что до этого мы как бы просто настраивались. До этого мы просто готовились. То есть обучение персонала должно быть уже на готовый процесс. То есть когда вы уже провели сами какие-то тестовые оплаты, себе пару тестовых оплат провести и увидели, что все работает, мы все настроили, наладили. Вот здесь мы обучаем персонал и начинаем запускаться. Итап запуска. Вот на этом этапе мы уже начинаем работать с клиентами. То есть уже в бизнесе начинает работать уже с клиентами UDS. И здесь на этапе запуска необходимо поставить какие-то печатные материалы. То есть топлотенты, наклейки, какие-то, может быть, брошюры и так далее. То есть формат не принципиален для того, принципиальный момент, чтобы это было в вашем бизнесе, чтобы клиент смог у вас это увидеть, сам ознакомиться. Например, пока он сидит в салоне красоты, ждет своего приема, он увидел топлотент, сам скачал приложение, ага, уже с ним ознакомился, и в дальнейшем он уже знает, что это делать. То есть просто покажет фонд. И не нужно будет кассиру ничего объяснять. То есть топлотенты – это в первую очередь большая помощь вашему персоналу, вашему сотруднику. Второе, топлотенты – это хорошая мотивация клиента делать эти действия. То есть он увидел красивый топлотент, он ознакомился с ним, ему все понравилось, и он как бы воплекся в эту историю. Можно ничего не придумывать, какие-то дизайны. У нас есть все в пункте меню материалы, в UDS админ, есть готовые макеты для… просто осталось отнести это в типографию и напечатать. Для ресторанов, например, есть вот даже вот такая штука – это электронное меню. Это сейчас очень модно. Электронное меню или бесконтактное, как его еще называют, меню, тоже макет, на него есть в пункте меню материалы. То есть если у вас ресторан, вы можете себе сделать электронное меню. То есть у вас уже есть UDS, поэтому электронное меню у вас, можно сказать, тоже уже есть. Для этого распечатайте вот такую наклейку или топлотент для ваших гостей. На нем будет размещен QR-код улопайса. И клиент пришел, ага, он не собирается ждать официанта, либо он не хочет руками трогать лишний раз предметы в ресторане, он взял со своего телефона, отсканировал QR-код и перешел в ваше меню и сразу ознакомился с ценами и выбрал, что ему нравится. Секрет успеха в работе в UDS, он очень простой. Мы прямо за 6 лет проанализировали все компании, и мы увидели, те компании, которые проводят транзакции, активно проводят транзакции в UDS, у них отличные результаты, не успех, потому что все начинается с транзакции. То есть если транзакции идут, то клиентская база у вас наполняется в вашей CRM-системе, в CRM-системе UDS. Если клиентская база наполняется, собирается и статистика, аналитика, вы лучше начинаете понимать свой бизнес и лучше понимаете своего клиента и знаете, что в дальнейшем с ним делать. Транзакции также приводят к большому количеству обратной связи. Клиент ставит оценки за обслуживание, и вы начинаете видеть, нравится вам клиенту здесь или не нравится, а что именно нравится, а что именно не нравится. То есть начинаете детальнее работать с каждым клиентом. А если вдруг клиенту не понравилось, вы это тоже увидите, перезвоните ему и скажете, а что вам не понравилось, давайте возвращайтесь, вот вам определенная скидка. То есть это вам поможет удерживать клиентов и возвращать их в свой бизнес. У клиента появляется ценность бонуса. То есть он понимает, что бонусы действительно классная штука, он за это получает большую выгоду в вашей компании. И понятно, если у него появляется ценных бонусов, то есть он понимает, что бонусы – это крутая штука, она позволяет мне экономить в вашем бизнесе, то он начинает думать над тем, а как я еще могу заработать эти бонусы. И на этот ответ приходят различные инструменты UDS, он, например, может рекомендовать вашу компанию и копить для этого больше бонусов. Либо он может участвовать в ваших конкурсах и тоже копить для этого бонусы. То есть теперь это ваша внутренняя валюта вашей компании, и понятно, что вы с нею можете рассчитываться с клиентами за те или иные полезные действия. Третий пункт – я назвал его развитие. Какие есть еще методы по работе с клиентами? То есть мы базовую часть, можно сказать, прошли. И первый момент – понятно, что это клиентов надо всегда держать, оповещать их, держать на пульсе. Поэтому есть у вас пункт меню новости. Вы можете отправлять новости и отправлять пуш-уведомления. Пуш-уведомления, в отличие от SMS, они бесплатные. Да и контент у них лучше с картинкой, с текстом и так далее. Поэтому отправляйте клиентам пуш-уведомления. Два раза в неделю всегда это делаете, новости и пуш-уведомления. Следующий момент – поздравление клиентов с 8 марта и 23 февраля. Клиент на 8 марта или на какие-либо другие вообще праздники на любой день можно клиентам начислять бонусы. Как, например, это сделать для 8 марта? Вы выбираете, заходите в раздел «Клиенты», выбираете по фильтру «Только женщины», выбираете «Только женщин» и нажимаете им кнопку «Отчислить бонусы». «Отчислить бонусы» и при начислении бонусов вы можете написать туда поздравление. То есть, дорогие дамы, мы вас поздравляем с Международным женским днем и так далее, и так далее. И вот вам подарок. Надеемся, что вы в этот день нас посетите, например. И, соответственно, всем начисляете бонусы. Таким образом вы можете отфильтровать клиентов в любой сегмент и начислить им бонусы с каким-то поздравлением, с каким-то комментарием. С чем угодно можете поздравлять. Это также повышает лояльность клиентов и сближает вас с ними. То есть, вы таким образом очень хороший контакт держите с клиентом. То есть, клиентам нравится, когда им дарят подарок. Кроссмаркетинг. Отличный инструмент по привлечению клиентов. Потому что, во-первых, не нужно вкладывать какие-то деньги. То есть, привлечение клиентов по кроссмаркетингу бесплатно и не имеет рисков. Почти не имеет рисков. И это можно делать вместе с UDS. То есть, у нас для этого есть специализированная платформа для кроссмаркетинга. Наконец она в пункте меню сертификаты. То есть, вы создаете там сертификат. Можете его передать в другую компанию. Другая компания будет раздавать ваши сертификаты. Клиентам в автоматическом режиме будут приходить эти сертификаты. Мобильное приложение. Он будет видеть, ого, я только что там пообедал в кафе мороженка, а мне пришел сертификат, например, на автомойку. И он такой думает, о, прикольно. А этот сертификат я могу потратить, помыть машину в автомойке. Для автомойки хорошо, у них появился новый клиент. Для этого хорошо о том, что они своих клиентов дарят им подарки. Что и любят тоже клиенты. Поэтому пользуйтесь этим. Я вам рекомендую минимум с двумя компаниями сделать кроссмаркетинг. И просто таким образом привлекать себе клиентов. Все это происходит автоматизировано. Вся статистика прозрачна. То есть, вы видите, сколько клиентов получили сертификаты ваши, сколько из них просмотрели эти сертификаты, то есть, заинтересовались им, и сколько из них пришло, и в дальнейшем оставили денег. Поэтому пользуйтесь. Крутая штука. Кстати, есть отдельный тоже вебинар по теме кроссмаркетинга у нас на YouTube-канале. Следующий момент – источник трафика. Источник трафика – это пункт меню в UDS, в котором вы можете создавать различные промо-коды, QR-коды для различных источников рекламы. Вот так можно сказать. Например, вы работаете там, печатаете какой-то флайер, и вы должны понимать статистику по этому флайеру, приносит он вам клиентов или нет. Для этого вы в источнике трафика, вы создаете флайер, на него создается промо-код. Этот промо-код и QR-код вы размещаете на флайере и пишете на этом флайере о том, что за первую покупку вы можете получить 300 рублей. Для этого сосканируете этот код. И все. И вы в дальнейшем увидите, сколько клиентов сосканировал этот код, сколько по нему пришлось, сколько денег оставили. Поэтому мы рекомендуем в дальнейшем на все источники рекламы и даже социальных сетей создавать свой промо-код. То есть если вы, например, делаете в Инстаграме какую-то акцию в сториз, то туда разместите ссылку из источника трафика, чтобы увидеть, работает эта акция или нет. В том числе можно эти источники трафика, например, использовать. То есть, понимаете, это очень гибкий инструмент использовать. Вы можете где угодно. Например, в журнале печататься тоже разместить ссылку из источника трафика, чтобы посмотреть, сколько людей на это отреагировало. И вы в дальнейшем понимали, в рекламу журналы надо вкладывать или не нужно. Или это неэффективно. Например, можно сотрудничать с блогерами тоже с помощью источника трафика. Вот есть вот такая идея, например. Создаете для блогера источник трафика, делаете на этот код, на этот промо-код, какую-то специальную систему, например, 300 рублей. То есть у вас обычно приветственные бонусы 100 рублей, а вот если от этого блогера, то на него приветственный бонус 300 рублей на первую покупку. И даете ему эту ссылку. И в дальнейшем вы договариваетесь с этим блогером не на фиксированное вознаграждение, а на процент от работы. Ну, например, блогер начинает рассказывать в своих выпусках о вашей компании, давать свой QR-код. Он говорит, вот от меня скидка 300 рублей. Сосканируйте этот код. Вот от меня на эту косметику скидка на первую покупку 300 рублей. Сосканируйте этот код. Люди сканируют этот код. Вы видите в системе, сколько зарегистрировалось людей по этому коду. В дальнейшем они у вас покупают. Вы видите, сколько людей пришло из этого источника трафика. И видите, сколько денег оставили. И, например, они оставили в вашем бизнесе денег на 100 тысяч рублей. И вы с блогером договорились так, договаривались так о том, что 10% от этой суммы я буду тебе давать в виде вознаграждения. Все довольно просто. Все абсолютно прозрачно. Во-первых, для блогера в чем выгода? У него не единоразовый доход, а постоянный. То есть он всегда будет рассказывать. То есть вы всегда будете видеть, сколько по этому источнику трафика идет оборот денежный. И даете ему определенный процент за это. И тем самым блогер может зарабатывать у вас на постоянной основе. Для вас то хорошо, что это реклама без рисков. То есть вы не дали вводим 100 тысяч просто там «расскажи обо мне». Он рассказал, а это не привело никаких клиентов. То есть здесь вы платите за результат. То есть никаких рисков. И вот такое сотрудничество только я рекомендую сделать минимум с 10 блогерами. Потому что с одним блогером может не получиться. Ну, может, он не так рассказывает. Либо ему это неинтересно. И так далее. Но он не проявляет активность. Поэтому договаривайтесь таким образом с большим количеством людей. И тем самым вы увидите, кто-то один может очень круто выстрелить. То есть здесь тема всегда про большие числа. То есть про большое количество попыток, про большое количество в данном случае блогеров. Идем дальше. Можете создать конкурс на рекомендации о том, что и делайте это. Потому что конкурсы на рекомендации мотивируют сами рекомендации. То есть учите клиентов производить рекомендации. Вообще клиенты просто так не рекомендуют. Их для этого нужно мотивировать. И учить их это делать через мобильное приложение. Поэтому вы можете устроить конкурс. На него назначить какое-то хорошее вознаграждение. И в дальнейшем также в Инстаграме рассказать о вашем конкурсе. Рассказать о результатах. И о человеке, который получил у вас этот подарок. Человека этого поздравить, наградить. Сделать с ним фотографию и так далее. Чтобы всем было дальнейшим примером о том, что вот оказывается возможность, что много делая рекомендации, компания дарит какие-то очень крутые, классные подарки. Ну все, мы завершаем. Можете подписаться на YouTube-канал. Как я уже говорил в самом начале вебинара, до записи я говорил о том, что у нас есть YouTube-канал, на котором есть много полезных видео. Поэтому подписывайтесь. И вот конечная фраза. Не бойтесь экспериментировать. То есть UDS, то, что я вам рассказал, это всего лишь так называемый этап запуска, этап настройки работы в основном. Понятно, что я в пункте меню развития рассказал в том числе, как привлекать новых клиентов, используя инструментарий UDS. Но вообще инструменты UDS, они очень гибкие, их очень много. Поэтому не бойтесь экспериментировать, пробуйте их в различных вариациях. Вот, например, я в источнике трафика вам рассказал, как можно работать с блогерами. То есть, видите, на каждый инструмент можно придумать еще много различных применений. Поэтому пробуйте, экспериментируйте и находите новые точки роста. То есть ищите точки роста, ищите большую еще конверсию. То есть, например, начинайте этот источник трафика не только с блогерами работать, но и начните работать с вашими лучшими клиентами. Например, какой-то у вас есть клиент-лидер мнения. Он как бы не блогер, но он зато инфлюенсер так называемый. Можете ему дать источник трафика, и ему договориться и так далее. То есть пробуйте, экспериментируйте и находите, как я уже и говорил, новые точки роста. Большое вам спасибо. Мы сейчас перейдем в блок вопросов. Еще раз повторюсь о том, что эта запись будет выложена, и презентация также будет доступна в UDS-админ в пункте меню материалов. Переходим к вопросам. Спасибо. Продолжение следует...